Здравствуйте, товарищи! Когда я записывал один из роликов, то выдвинул такой тезис Россия – это светоч буржуазной демократии И один из тех, кто смотрел этот ролик Написал мне, Александр Ильич, а в каком смысле? Вот я хотел бы уточнить смысл сказанного Ну, очевидно, что светоч буржуазной демократии Светоч означает, что это некоторый передовой образец Передовой образец и так буржуазной демократии Вот, чтобы понять, что это означает, давайте теперь определимся Что такое буржуазная демократия? Буржуазная демократия, как известно, это форма диктатуры буржуазии Причем такая форма, при которой формально меньшинство подчиняется большинству То есть это выражается через процедуру голосования Через действия судов и так далее Но тем не менее мы знаем, что по сути это форма диктатуры буржуазии Ну и может показаться вообще, как можно говорить о том Что вот есть передовые образцы буржуазной демократии Если это форма диктатуры буржуазии Ну, все познается в сравнении Буржуазная демократия – это огромный прогресс По сравнению, например, с феодальной демократией Да, скажем, такое тоже же было Феодальное государство – это демократия для феодалов И там тоже может быть парламент, сейм, как хотите Например, в Польше Помните, король вообще никакой роли не играл Там шляхта играла решающую роль Вот вам форма феодальной демократии Но по сравнению, конечно, с феодальной демократией По сравнению с демократией для меньшинства Которая имеет все права А большинство всяких прав лишено, что называется Буржуазная демократия – это огромный прогресс Но, тем не менее, значит Если мы сравним буржуазную демократию с более высоким типом Организации управления обществом Например, с политарской демократией То, конечно, буржуазная демократия – это исторически предшествующая ступень Более низкая ступень И мы с вами понимаем Я говорю, те, кто признают идею прогресса общества Что буржуазная демократия обязательно уступит место демократии политарской То есть как в форме диктатуры патриата В процессе перехода вообще к бесклассовому обществу И к обществу без государства Так вот, поэтому нам интересно все-таки Обратить внимание на то В нынешних условиях Что означает быть светочным буржуазной демократии Ну, во-первых, я должен сказать, что критерий здесь один Вот если буржуазная демократия создает предпосылки для того, чтобы повысилась роль рабочего класса И чтобы приблизилось восстановление диктатуры патриата То вот это и есть критерий Прогрессивности буржуазной демократии Та буржуазная демократия полипрогрессивная Тянет, так сказать, на характеристику светоча Которая дает больше предпосылок Создает больше предпосылок для формирования организованности рабочего класса И приближает в этом смысле Приближает в этом смысле Установление диктатуры патриата Вот простой очень критерий Очень простой критерий И вот с этой точки зрения, конечно, мы Можем отметить, что буржуазная демократия в России действительно светоч буржуазной демократии Ну вот, если мы сравним нашу демократию со всеми другими демократиями То отметим, что ни в одной такой стране нет такого количества, скажем, памятников Вождям пролетарской революции Да, Владимировичу Ленину, Карлу Марксу, Кирову и так далее Вы скажете, ух, подумаешь, памятники Да это ведь не подумаешь Это символы Символы, которые постоянно присутствуют с нами И воздействуют на умы Даже если молодой человек какой-то не знает, что такое История социалистической революции История Советского Союза Он памятник-то видит Вопросы какие-то возникают Вот не случайно, когда фашисты приходили В Советский Союз Не то, что приходили, их никто, конечно, не звал Когда они вторглись Что они делали? Когда захватывали города советские Значит, уничтожали памятники Ленину Да? И они по-своему были правы Потому что пока памятник Ленину стоит То это пробуждает сознание Пробуждает мысль Пробуждает интерес к тому А что же это за человек такой Ленин? И что же он такое сделал? Что вот прежние поколения Увековечили его память Вот в виде такого памятника Так вот у нас Эти памятники стоят Во всех городах И не обязательно в самых крупных И они все время напоминают о том Что было сделано Ну, я уж не говорю о том Что у нас А сколько улиц Ну, в каждом городе Есть проспект Ленина Проспект Марса Или улица Маркса Есть? Есть А это что, не напоминание? То есть, это не пустяк на самом деле То есть, вы в одной Не в одной большей стране Капиталистической Такого количества памятников Символов Эпохи Диктатурного периода Не встретите И, разумеется Там никто и не собирается Это делать Да А у нас это есть Значит Ну, это может показаться мало Это вот почитание, так сказать Прошлого Только когда-нибудь в прошлом Но ведь на самом деле Я еще раз говорю Что это Пробуждает мысль о том Что эти люди сделали А значит Когда люди начинают разбираться Что, собственно, сделали Те выдающиеся Вожди рабочего класса Памятники Которые стоят у нас на площадях И именем которых Названы наши улицы Проспекты и площади То после этого возникает Желание тоже действовать В том же духе Это не пустяк Дальше можем отметить Что Вот с точки зрения Буржуазной демократии Совершенно нетипично Такое Количество Скажем Трудов Маркса Энгельса Ленина Изданных Которые Находятся в библиотеках Но практически Всех городов Всех населенных пунктов Да, был у нас В период Начало 90-х Когда вы знаете Это выкидли Сжигали там Сказать В топках Такое тоже было Ну сейчас Значит это вот Есть во всех библиотеках То есть пожалуйста Доступно Если вы не хотите Читать В читальном зале Хотя сейчас Замечательная там Становка между прочим Пожалуйста Забирайте в интернете И все там выложено Никто не закрывает Не запрещает Читайте Изучайте Это что Пустяк что ли Обсуждение вокруг Этого все время идет И в интернете Везде Поверьте что На западе Нигде такого нет Там формально Конечно никто не запрещает Читать Леина Читать Маркса И даже кто-то читает Но что вот Такой доступности Да Такого конечно Нет Ну дальше я отмечу Что разумеется Значит Бужуазная демократия По отношению К рабочему Классу России тоже Достаточно мягкая И в том смысле Что Ну правдивое законодательство У нас Во многом Прогрессивное По отношению к тому Что есть В западных странах Я например Знаю что Значит ФРГ Там нет Кодекса законов Труде Там есть отдельные законы Причем Так по-немецки Написано За 500 страниц С невероятным Количеством статей Что Вообще не разберется Просто Итрулящихся Что вот Поэтому и так и пишется Чтобы никто не разобрался Чтобы только Адвокаты Адвокаты И юристы Оплачиваемые буржуазии Могли бы Это дело Растолковать А у нас Пожалуйста Замечательный Трудовой кодекс Вот в сравнении С тем что там есть Просто замечательный Он обозримый Он ясно написанный Потому что Во многом Результат Действующего Кодекса законов Труде Во многом Результат Трудового кодекса Который продвигал Фонд рабочей академии Проект я имею ввиду Который заработан Был Президентом Фонда рабочей академии Михаилом Васильевичем Поповым И вице-президентом Фонда рабочей академии Константином Васильевичем Федотовым Вот кодекс вообще Хороший Да есть конечно В нем изъяны Очевидно какие-то вещи Есть Может быть Более прогрессивные Отдельные нормы В трудовом законодательстве Других стран Но тем не менее Все таки в целом Трудовой кодекс У нас Пожалуй Самый прогрессивный Ну есть тут Проблемы с Право на забастовку Право на забастовку У нас тоже Записано и в Конституции И в трудовом кодексе Записано Ну что касается Организации Ну надо значит Просто Ну дорасти до того Чтобы суметь Использовать этот закон И это тоже нормально То есть это вот В этом плане Мы тоже конечно Выиграем Ну потом Вот такой вопрос Рабочий класс И буржуазия Это ведь классы Противоположные Да И буржуазия Господствующая Значит Разумеется Не приветствует Образование партии Рабочего класса Мы знаем что Партия рабочего класса Как политический авангард Не просто по происхождению По названию Это партии Которые борются За установление Диктатуры Политериата За уничтожение Частной собственности Вот в этом Состоит коммунизм Да Уничтожение Частной собственности И тем самым Утверждение Общественной собственности На средства производства Конечно вот Даже буржуазные демократии Не очень-то рады И не очень приветствуют Деятельность Коммунистических партий И вот мы знаем что Если сравнивать Опять нашу Страну С теми Буржуазные демократии Которые Себя выставляют Как передовые То ситуация По отношению К коммунистам У нас И у них Совершенно разные Ну вот скажем В США Там коммунистическая партия Конечно вроде как И не запрещена Небольшая Но Такая была Травль коммунистов По факту Да И такая разнузная Вообще Антикоммунистическая истерия Была В 50-е годы Тогда собственно Никуда не ушла А вот как сейчас Помню значит Нам говорили О том Что И показывали Кадры Что вот на майках Написано Кил комми фумомми Убей коммуниста Да Для мамочки Вот так И спокойно Это не рассматривалось Как разжигание Классовой розни Социальной То есть Это вот вроде Какая шутка Ничего Все шуточка То есть Это вот Если ты себя Объявляешь коммунистом К тебе могут подойти Люди так настроенные Да И дать по голове Что называется Хорошие шуточки Хорошо А демократия Да А в Германии Например ФРГ Уж показалось Ну такая демократия Там ведь Была деноцификация И что только там не было Да А запрет на коммунистов Как Там если ты Чем коммунистической партии Ты не можешь работать В качестве педагога Да Это вот Сказать Тогда было законодательное Может быть Это что-то изменилось Но по факту Это вот так и есть У нас ничего подобного Просто быть не может Я знаю Значит у нас В университете Есть коллеги Которые состоят В коммунистической партии Российской Федерации Я не буду сейчас говорить Какая это партия Но называется она Коммунистическая Да Вот Что там вот Сильно будут разбираться ФРГ Какая она Вот она Ортодоксальная Коммунистическая Последовательная Или только название Коммунистическая Там всех На всякий случай Что называется Закрыли А здесь у нас Работают И где-то Только не работают И Это В общем-то Нормально Воспринимается Да Ну и Вот Все это говорит о том Что Конечно У нас Буржуазная демократия В том смысле В смысле создания Возможности Для деятельности Рабочего класса По самоорганизации По борьбе за свои интересы Самые продвинутые В капиталистическом мире И в этом смысле Светоч Буржуазной демократии Значит Ну разумеется Надо взять Тогда еще одну Сторону Вот Сторону Международную И мы знаем Что наша страна Противостоит Значит Нападкам Со стороны США И их союзников По НАТО Ну и какую роль Играет США В этом отношении Какую роль Россия США Проводит Во внешней политике Разумеется Политику Фашизма По отношению К России А в России В этом смысле Выполняет роль Защитника Буржуазной демократии Вот именно так Это дело обстоит Ну Может быть Это Зигзаг Такой истории Что США Который В годы Второй мировой войны Выступала На стороне Буржуазной демократии Против фашизма Сейчас Демонстрируют Политику фашизма На экспорт Во внешней политике Да Фашизма Но тем не менее Факт-то налицо Вот мы Сегодня В этой борьбе Отстаиваем позиции Буржуазной демократии Потому что мы Отстаиваем позиции Такие что Народы Сами выбирали Себе Путь развития Чтобы не было Национального Угнетения Чтобы не было Других Видов Изъятия прав Гражданских Да Чтобы народы Сами могли Решать Свою судьбу В своих государствах Да И в этом смысле Мы Понятен смысл Нашей деятельности В этом смысле В Сирии Да Мы Действительно Представители Буржуазной Демократии Ну и вот Это иногда Остается Непонятым Особенно Со стороны Западноевропейских Коммунистов Вот они Очень любят Представить Нашу Политику Поддержки Сирии Буржуазной Демократической Поддержку Донецкой Народной Республики И Луганской Народной Республики Как Проявление Империализма А вот Так ли это Да Разумеется Не так Но вот Какой же Империализм Если мы Поддерживаем Борьбу Значит Луганской Народной Республики Донецкой Народной Республики Ну и давайте Разберемся Что это за Борьба И что Представляют С собой Эти государства Эти государства Представляют С собой Форму Буржуазной Демократии Мы вот Очень хотели Ну все Кто Является Сторонником Рабочего Класса Чтобы Поднявшиеся Шахтеры В борьбе За Свою Независимость За возможность Говорить на русском Языке Создали Советы Да Органы Обняющие Представители Шахт Ну по этому Пути не пошли Ну не было Еще Политической Зрелости Такой Значит Сегодня там Конечно Твердилось Буржуазное Государство А вот Дорогие Вот Обвинители России В том Что Она Проявляет Политику Империализма А вот Когда Донецкая Народная Республика Воюет Или Луганская Народная Республика Шахтер Они вообще Какую Проводят Политику И что Они Оставят Они что Оставят Диктатуру Патриата Да нет там Диктатуру Патриата Они Оставят Буржуазную Демократию Да Демократию Очень Урезная Но Демократия Там связалась Прежде всего К следующей Вещи Я могу Говорить На русском Языке Да А меня Хотят Лишить Этого Права Право Этого Лишить Это Как Это Можно себе Представить Вот Такая Форма Национального Гнета Это Вообще Отступление Коренной От буржуазной Демократии Вот Они Оставят Такое Право И мы Все Сочувствуем И так И никто Ведь не Называет Империалистами Умные Люди Неужели Вот Такой Ситуации Их Можно Назвать Империалистами Как же Россию Которые Такую Поддержку Оказывают Буржуазной Демократическим Республикам Значит Луганской И Донецкой И сама В таком же Положении Находится В значительной Степени Как же Вы Империалисты Записываете С какой Стать Это Не с ума Лего Сошли Вот Те Кто Так Поступает Те Кто Ставит Россию На одну Доску С фашистской Агрессией Во внешней Политики Со стороны США И их Сателлитов Ну Те Конечно Ну Они Начинают Вольно Невольно Подыгрывать Вот этим Фашистским Тенденциям Со стороны США И их Сателлитов Да И Вот Опять Таки В одном Из роликов Был такой Комментарий Ну Хорошо Ведь Вот Сейчас Ситуация Такая Напряженная Так И что Делать Так Ведь Могут Призванные Пункты Призвать Да У нас Если Вот Эти Все-таки Вторгнутся Соединенные Штаты Толкнут Да Своих Сателлитов На Украине Вот они Вторгнутся В наши Республики Донецка Наши Я имею ввиду Наши Братские Близкие Нам Дружественные Республики Да Что же Делать Тогда Во-первых В этих Республиках Будет Объявлена Тоже Полная Мобилизация И что Надо Сказать Что Поскольку Там Буржуазная Демократия Не надо Туда Идти На призванные Пункты Да Не надо Идти А вот Интересное Дело Вот Например Сталин Был Руководителем Он же Тогда не Был Бенсеком Во время Великой Отечественной Войны А он Был Руководителем По факту И советского Государства И формально Тоже Да И в партии Был Лидером Руководителем Партии И что Он призывал Американских Рабочих Да Не являться На мобилизационные Пункты Или Английских Рабочих Призвал Не являться На мобилизационные Пункты Когда была Война с фашистской Германией Или наоборот Он даже Через голову Этих правительств И правителей И Розвельта И Черчилля А Черчилль вообще Был антикоммунистом По своему настроению Как вы знаете Да Вот через голову Этих деятелей По сути В общем Поддерживал Тех Кто Вступил В смертельную Схватку С фашизмом Ну вот Защищая Непосредственно Буржуазную Демократию Буржуазную Демократию Поэтому Вообще Когда Речь идет О столкновении С фашизмом Можно Можно И Защищать Страну Которая Является В смысле Своего государства Буржуазной Демократией И это будет Прогрессивно По отношению К фашистам А какой выбор Вот представьте Себе Вот допустим Только на минуту Вот я уверен Что мы На самом деле Наш народ Этого не допустит Да И государство Допустим Только на минуту Что Вот Значит Этот конфликт Развязали Да Западные Страны И в конечном счете Сломили Россию И И что будет Вот Сломили Они Буржуазную Демократию Российскую И что будет И что В покой Оставят Вот как Сейчас Вот Украинцев Уже Значит Натравливают Да И напускают На кого На На своих же граждан Да Бывших граждан Теперь это Но все равно Народ Одни Вот они жили вместе Вот их Сделали Хотят сделать По крайней мере Да И в значительной степени Уже и сделали Потому что конфликт Вот там Не прекращается Покусим В такой острой форме Игрушкой В руках империалистов Да А вот когда Если Россию Раздолбанит Уничтожить буржуалную демократию И придет Вот настоящая Такая Настоящая Демократия США Которая придет На танках На том на сём Значит Как фашизм И что будет С Россией Такая большая Россия страна Вот это же Значит Можно Миллиона два А то и три А может и четыре Российских Мужчин Там Юношей Младых людей Может и не очень Младых Значит Натравить Использовать В войне Против Китая Неужели вы думаете Что Что оставят В покое Да Да никого не оставили В покое Вот скажем Например Грузия Например Значит Вот Оторвали От России Уж вообще Ну казалось бы Небольшая страна Но что если взять И то батальон Отправили в составе Сил НАТО В Афганистан Ну крайне то же самое И там не надо никуда Отправлять Особенно сильно Потому что и так Уже направлено Да против Республик Которые поддерживают Россию И этот таран Такой Который вот Как занозы Сидеть там Уже используют Им конечно Не жалко Я имею ввиду Тем кто принимает Решения в США Империалистическим силам Им конечно Не жалко Ни украинских Солдат Ни грузинских Солдат Им не будет жалко Сотни тысяч Миллионов Российских Солдат Которых Постараются Направить Против Китая Им не жалко Но нам вообще Это жалко Наших людей Нам жалко Наших сыновей Да Жалко Поэтому Вот в этой схватке Конечно мы будем На стороне буржуазной Демократии И в этом смысле Желать Того Чтобы вот они Вторлись И уничтожили И тогда Тут все заживет И помогут Своить режим Вот так это могут Говорить люди Которые не понимают Что происходит И по факту Являются пособниками Американского фашизма Во внешней политике Вот сказанное Вовсе не означает Сказанное о том Что Россия Это светоч буржуазной демократии Которая сегодня Играет роль Бастиона В союзе С социалистическим Китаем В борьбе Против Американского фашизма Во внешней политике Так вот сказанное Не означает Что буржуазная демократия Это вот По отношению К рабочему классу Это что это такое Да это форма диктатуры Буржуазей Как она может быть Так сказать Уж очень Мягка И очень Дружна По отношению К рабочему классу Разумеется Не может быть По определению Поэтому есть И неправильные суды Есть и гонения И на коммунистов И на рабочих Мы знаем Как тяжело В суде Буржуазном Добиться Правды Да Восстановить права Что там Принимают решения В пользу Работодателя Никуда это не делось Это все понятно Да и в идеологическом плане Тоже Да Конечно Антикоммунизм Не является Господствующим В явной форме Да В такой Как это было Например В начале 90-х годов Когда наших ветеранов Называли По центральному телевидению Красно-коричневыми То есть ставили на носку С фашистами Да Это в государстве Такое было телевидение Да Когда наших ветеранов Били дубинками Ветеранов войны В том числе Топтали Срывали ордена Это тоже было Когда Пушки стреляли Танковые орудия стреляли Прямой наводкой По Зданию Значит Парламента Который Тогда имел форму Съезд народных депутатов Это было Да Когда сидели Американские инструкторы Везде Я думаю Что не только на заводах Они сидели И в органах власти Вот то что сейчас На Украине происходит Но Это не прошло Все таки Да Это не получило Своей дальнейшее развитие Это можно разбираться Почему это Не произошло Ну Потому что Значит Прежде всего Помнился Рабочий класс Который Вот сначала Вроде как В конце 80-х годов Воспринял Эту антикоммунистическую волну А потом понял Что те Кто пришли Они такие вещи творят Что По сравнению с коммунистами Даже Скажите Может быть Коммунистами Ревизионистами Да Это что-то ужасное Вообще И как-то уже так Отрезвел В этом смысле Ну В этом смысле Немножко отрезвели И люди Которые Пришли К власти Ну Уж так вот Нервальни С советским Коммунистическим Прошлым Сколько у этих людей Партийных билетов Да В сейфах Лежит Или В письменных ящиках Столов Не рвут Есть Были некоторые Такие публичные Как Ныне покойный Один Значит Представитель Мира искусства Взял и Публично Разорвал и Сжег Ах Как он потом Наверное Переживал Потому что Вдруг оказалось Что те кто во власти Вот они Не сжигали Публично То есть От них Требать коммунизм От проповеди Конечно нельзя Но вот Прямого такого Антикоммунизма Сематического Тоже не дождетесь Да И как ты так Все это Посмирел То есть На самом деле Мы не откатились В смысле Буржуазной демократии В сторону фашизма Почему Вот здесь Надо понять Почему мы Светоч Буржуазная демократия Да Что мы Светоч Мне кажется Я доказал А вот теперь Почему Потому что В свое время Рабочий класс Достиг таких Вершин В общественном развитии В государственном развитии Что даже Откат От этих Вершин Временное Наступление Все еще Все еще Совместимо Совместимо С тем Что В смысле Буржуазной демократии Мы впереди Планеты Сей Так всегда Бывало И Ленин Говорил Что В гражданской войне Что сразу Было понятно Что мы победим Не очень понятно И тем не менее Владимир Ленин Говорил так Что Даже если мы Проиграем То все равно Рабочий класс Не выиграет Несомненно Потому что Вот этот Хлам Феодализма Будет Вычищен Вычищен Да И буржуазные органы Демократические Тоже будут Созданы Именно потому Что Мы продлились Очень далеко В плане Мы Это рабочий Класс Так всегда Бывает Что Вот Это казалось Только Особенностью России Начало 20 века Что Дескать У нас Феодальные Пережитки И поэтому В борьбе За буржуазную Демократию Вот именно Рабочий Класс Является Гегемоном То есть Передовой Силой Потому что Сама уже Буржуазия Она побаивается Рабочего Класса Она знает Что Когда мы Очистим Общественную Жизнь От пережитков Феодализма Тогда она Окажется Один на один С рабочим Классом Она всячески Это оттягивает Так вот И здесь Что-то Подобное Происходит И сегодня Тоже То есть Мы так далеко Назошли Что Вот Есть Не то Что есть Куда отступить Оступать Конечно Не следовало Но даже В отступлении Мы сохраняем Такие позиции В смысле Демократии Хотя и Буржуазной Демократии Которые Благоприятны Для рабочего Класса И вот здесь Мы говорим Что же Собственно Вот мы знаем Теперь Почему Мы сведущи Буржуазной Демократии А теперь Надо сделать А вот это Что Теперь гарантировано Что ли Что мы Сведущи Отнюдь Не гарантировано Но то Что сделали Прежнее поколение Но ведь Забирают Забирают Постепенно Да И В смысле И организационном Тоже И в смысле И идейном И логическом Тоже Ну вот У нынешних Значит Рабочих Понятно Что И сумбур В голове Ну что значит сумбур Ну Номинирует Буржуазной Деологией Потому что Ну марксизм Уж их Никто не учил Те кто постарше Они уже Сходят с арены Да То есть Не надо думать Что это вот Дар Который нам Предоставили Прежнее поколение Будет Вечно Работать на пользу Рабочего класса Так сказать Россия Его новых Поколений Нет Ничего подобного Так вот Чтобы Сохранить Роль Светочей Буржуазной Демократии Путь только Один Вот рабочий Класс Должен Оганизоваться Должен Биться За свои Интересы Да Сначала Экономические Потом Политические И только Благодаря Этому Буржуазия Как господствующий Класс Будет идти На уступки Да И Тем самым Будет сохраняться Роль России Как Светоча Буржуазной Демократии Вот если Такой борьбы Не будет То Достижение Прежних Поколений Рабочего Класса Будет Утрачено Ну и тогда Будет Обычная Картина Такого Прозябания И политического И экономического И Очень долго Тогда Рабочему Классу Надо будет Приходить Себя Поэтому Я думаю Вот надо Использовать Этот момент Эти достижения Которые имеются Эти предпосылки Для чего Для развертывания Экономической Политической Борьбы Рабочего Класса За свои Интересы А сейчас Прежде всего Требуется Создать Партию Рабочего Класса Авангард Политический Рабочего Класса Потому что Без этого Борьба Рабочего Класса Будет Во-первых Разрозная Стихийная А что значит Стихийная Значит направлены Коренные интересы Будет направлено На решение Какихся частичных Задач А политический Рабочий Класс Можно тогда Будет Использовать Как игрушку В руках Буржуазии Не обязательно Еще раз повторяю Национальной Буржуазии Да Потому что Воздействие Из логической Стороны Эмпериалистической Буржуазии США Очень мощные И в фильмах И по радио И в интернете Мы конечно Бьемся Я вам еще Хочу напомнить Что ни в одной Стране Буржуазно-демократической Нет такого Огромного Культурного Богатства В виде Литературы Художественной Да Советского Времени В виде Фильмов Которые Были созданы Ну например Фильм Вечный Зов И вы Показывают У нас Что-нибудь Есть подобное На Западе Ничего То есть у нас Вот это Не просто Демократическое А Коммунистическая Тенденция В искусстве До сих пор Представлена Пусть она Представлена Не нынешними Делателями Искусственного Культуры Поскольку это Всегда Приемственность Всегда Сохранение Лучшего Культура В этом смысле У нас тоже Работает На Формирование Вот В этой части На формирование Коммунистического Мироззрения Или по крайней мере Работает на то Чтобы Пробудить В людях Чувство Достоинства Желание Бороться Чтобы понять Что произошло В советское время Почему Советский Союз Распался Почему Потепел Крах И извлечь Ошибки И действовать Лучше То есть В этом смысле У нас Самые Благоприятные Предпосылки Для Того Чтобы Создать Партию Рабочего Класса Еще раз Говорю Что эти Предпосылки Не вечные Что эти Предпосылки Приходящие Надо Использовать Этот исторический Момент Поэтому Все Кто Хотят Хотят Хотя бы Сохранить Буржуазную Демократию Хотя бы Буржуазную Демократию Те должны Не мешать Рабочему Классу А те Кто Хотят Не просто Сохранить Буржуазную Демократию А использовать Его положение Как светочка Буржуазной Демократии Обеспечить Прогресс На России Ну Те должны Конечно Прямо Содействовать Созданию Партии Рабочего Класса Да Вступая В нее Или Значит Продвигая Вот это Осознание Этой Необходимости Поддерживая Деятельность Партии Рабочего Класса Ну И я думаю Что Не открою Новость И скажу А собственно Кто претендует На роль Партии Рабочего Класса В России Рабочая Партия России Которая Имеет Программу Научную Образу Выверенную Которая Имеет Устав Закрепивший Решающую Роль Рабочих Партий То есть В этом смысле Рабочая Партия Россия Общественное Объединение Извлекло Уроки Достижений И поражений Рабочего Класса И обогащенный Опытом этих Уроков Партия Партия Строит Свою Работу С расчетом На то Чтобы Использовать Возможности Буржуазной Демократии Чтобы Развивать Рабочее Движение Поэтому Рабочая Рабочая Партия Россия Понимая В какой Ситуации Находится Российская Буржуазная Демократия Не Зовет Как Некоторые Казалось бы Левые На войну С Режимом Существующим Да что Воевать С Существующим Режимом И так Тьма Сьма Желающих С ним Воевать Да США Вот Вот Тут Уже На границах Их Сателлиты Желающих Воевать С путинским Режимом Огромное Количество И что Из этого Вылетит Мы уже Об этом Говорили Что Будет Диктат Американского Фашизма На экспорт И Миллионы Российских Солдат Погонят На войну С Китаем Социалистическим Вот что Будет Поэтому Нету Задачи Разрушения Нету Задачи Удаловия Вы Задача Партии Первостепенная Организовать Рабочий Класс Его борьбу Экономическую Забастовочную За улучшение Его положения В том числе И в правовом Отношении Борщий Класс Может Это Обеспечить Тогда У него Меньше Будет Забирать Прав Расширяем Эти Права Значит Мы Переходим И к решению Политических Задач Тоже Все Об этом Говорится Прекрасно В программе Рабочей Партии Россия Я вот не хочу Даже специально Это повторять Возьмите И посчитайте У нас в доступе У нас буржуазная Демократия Вы можете Запустите В поисковик Программы Рабочей Партии Россия Это вам Не какая-нибудь Там Я не знаю Германия США Вы туда Сходили И вас потом Нет же У нас Света Буржуазная Демократия Почитайте Подумайте И примите Решение Правильное решение Правильное решение Стоит в том Что надо Все силы Приложить Для создания Партии Рабочего класса Пока для этого Самые благоприятные Условия Условия Буржуазной Демократии Пока эти Права Не урезаны На Подобие Того Что делается С рубежом Пока Антикоммунизм Не является Официальной Идеологией Вот Для этого Использовать Этот момент Чтобы создать Партию Рабочего класса Вот Я и призываю Ценить Положение России Как Света Буржуазной Демократии Именно потому Что Существуют Благоприятные Политические Предпосылки Для Создания Партии Рабочего класса И этими Благоприятными Предпосылками Надо Воспользоваться Товарищи Помогайте Превращению Рабочей Партии В России В массовую Партию В действительный Авангард Рабочего Класса России Спасибо Партия 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 Субтитры создавал DimaTorzok